В анонсе «Как узнать настоящего мужчину?» не задавался вчера, но сегодня утром на лекции. Сейчас мы его задали, и поэтому мы на него сейчас будем отвечать сначала немножко. Настоящий мужчина стремится, главная обязанность мужчины – это духовная жизнь в семье. То есть он должен стремиться к духовной жизни. Если женщина создает атмосферу духовной чистоты в доме, то мужчина создает духовную атмосферу. То есть он должен сделать революцию, потому что когда семья создается, то очень сильно включается карма в жизни. Карма сильно зависит от желания наслаждаться друг другом. Чем больше желания наслаждаться друг другом в семье, тем больше действует карма из сердца. То есть те экзамены, которые существуют в семье, они действуют как на мужчину, так и на женщину. И механизм этих экзаменов усиливается, активность экзаменов усиливается по мере увеличения желания наслаждаться друг другом. То есть не служить друг другу, а наслаждаться другу. Это попытайтесь понять разницу. Ну то есть когда люди служат друг другу, экзамены тоже те же самые сдаются, карма действует. Но она действует слабее, то есть легче жить. Когда люди хотят наслаждаться друг другом, то жить становится тяжелее, но не сразу. Интересно, как бы феномен существует такой, что когда люди начинают жить вместе, то сначала выходит хорошая карма. Мне хорошо с тобой, такая песня поется, и в снегопад, и в дождик проливной. Ну то есть люди чувствуют счастье в отношениях, они чувствуют счастье, и откуда это берется счастье. При взаимодействии мужчины и женщины друг с другом, всегда они друг из друга, просто мужчина смотрит на женщину, он вытягивает из нее, из ее сердца хорошую карму, и она чувствует себя хорошо с ним рядом. Точно так же женщина смотрит на мужчину просто своим взглядом, просто присутствием. Она вытягивает из его сердца хорошую карму. Это называется медовый месяц. То есть люди испытывают счастье друг с другом, им хорошо. Но хорошая карма — это просто подарок, она постепенно кончается. Это хорошая карма, она постепенно кончается. И наступает время, когда становится тяжело людям, становится тяжело рядом друг с другом. И это означает, что началась плохая карма. И это неизбежно, потому что в семейной жизни мы хотим наслаждаться личным счастьем. Это значит, столько, сколько есть желания наслаждаться, столько будет страданий. Сколько мы надежд строим по поводу своей личной жизни, столько будет трудностей. Поэтому обязанность мужчины перевести, сделать революцию в семье, перевести направление семейной жизни в сторону духовную. Именно тот человек, кто больше хочет наслаждаться, больше всего как бы хочет наслаждаться женским телом, он же и должен отказаться от этой идеи в своем сердце и идти в сторону духовности. Это не значит, что не будет близких отношений, все это останется. Потому что все равно есть семья, и будут чувства, будут эмоции. Но это не должно быть главным. Вот понимаете, вот понятие вот это, что главное, туда идет судьба. Если главное наслаждение, значит судьба идет в сторону очень сильного повышения чувствительности в отношении. То есть люди будут ранить друг друга очень сильно, как поется в песне. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. То есть такая песня есть. Вот это как раз по этой теме. Чем больше мы как бы хотим наслаждаться друг другом, тем больше ранят люди друг друга. Им тяжело, любое слово небольшое, оно ранит. И второе направление страданий — это неуважение. Ну то есть вот само ожидание друг от друга счастья, оно вызывает ранимость. Вот мы ждем счастья, это вызывает ранимость. Ждать счастья — это означает желать наслаждаться друг другом. Это вызывает ранимость. Обидчивость у женщин, в основном гневливость у мужчин. И второе — это пренебрежение друг другом или неуважение. Идет от чрезмерных половых отношений. То есть люди начинают пренебрегать друг другом. То есть они теряют друг другу вот это вот ощущение дистанции. То есть мужчина женщину воспринимает как принцессу, она для него немножко как недостигаемая на этой дистанции. А женщина воспринимает мужчину как очень разумную личность, тоже немножко недостигаемую. И получается уважение. Но когда очень много половых отношений таких необузданных, то в результате уважение тает, и люди начинают пренебрегать друг другом. То есть мужчина уже не воспринимает женщину как что-то недоступное, ее красота ему уже присытилась. То есть он не сильно чувствует от нее счастье. И женщина тоже, она в чрезмерно близких отношениях, когда много, она очень много недостатков мужа видит, и она уже не уважает в нем разумность, как раньше. Это результат чрезмерного сближения. Это происходит само собой в результате действия судьбы. То есть узел кармы завязывается между людьми. И если много низменных отношений, то есть через низкие центры, то восприятие друг друга снижается, оно становится приземленным. Нет романтики, нет чистоты, нет глубины, нет возвышенности, нет чего-то глубокого. И это вызывает неприятность, ну раздражение, люди ругаются в результате. То есть когда это началось, вот эта ругань вся вот так тяжело стала, надо чуть-чуть уже подальше, какое-то время, может быть, без секса пожить. И повышается уважение, увеличивается, возрастают отношения, становятся более ценными. И меньше ожиданий, больше служения. Понимаете? Ну то есть ранимость уменьшается, уважение увеличивается. Это обязанность мужа, потому что именно мужчина, мужчину тянет к женщине. Так как его тянет к женщине, он же и должен эту тягу немножко, как бы, ну, себя утихомиривать в сердце. Его тянет, поэтому он и должен стараться регулировать дистанцию. Это называется отречение. То есть мужчина должен учиться отречению в личной жизни, потому что чем больше отречения у мужчины, тем больше его женщина уважает. Потому что женская психика как работает? Она наблюдает за тем, как она валит мужчин на повал. То есть она смотрит, ага, этот все, этот готов, этот готов. Ну то есть она, как бы, побеждает всей красотой. То есть она наблюдает, как все побеждены. Но уважает она больше всего того мужчину, который... Она чувствует, что она ему нравится, но он при этом не побежден. Он сохраняет при себе чувство собственного достоинства. И она думает, вот за такого бы мужчину выйти. Вот это самое лучшее, она считает. Который так, а, сразу за ней начал бегать, этот неинтересный. А вот если он сохраняет достоинство внутри себя перед женщиной, перед ее красотой, такой мужчина уже становится очень уважаемым в сердце женщины. Она чувствует, что это необычный человек. Поэтому мужчина должен быть... Муж должен быть необычным человеком. Но так как сильнее красоты ничего нет в этом мире, это самая большая сила, самая привлекательная, самая глубокая. Поэтому мужчина должен привлечься красотой святости. То есть что такое духовная жизнь? Это не просто непонятно чем заниматься, сидеть. Понимаете, духовная жизнь не означает мантры читать, просто сидеть. И не означает правила молитвенные выполнять. Нет. Духовная жизнь — это близкие отношения со святым человеком. Близкие, то есть очень глубокие, сердечные отношения, в которых ты хочешь ему служить, хочешь быть таким же, как он, хочешь выполнять его наставления, хочешь его чистоту в сердце своё получить. То есть ты кланяешься ему, ты близкие отношения с ним строишь. Вот это духовная жизнь. Духовная жизнь не означает молитву, отторобанил полчаса и пошёл на работу. Это не духовная жизнь. Это просто оскорбление на духовную жизнь. Настоящая духовная жизнь означает очень близкие отношения. Такие же, как мы строим с близкими людьми, мы должны строить с иконой, со святым человеком, с святым изображением, с святой книгой. Мы должны такие же отношения строить. Очень сокровенные, очень глубокие. И это означает, что молитва должна совершаться в настроении очень внимательном, серьёзном, сосредоточенном. То есть нужно алтарь, чтобы был хорошо оформлен. Нужно сидеть неподвижно во время молитв, не ходить, а сидеть. Нужно, чтобы свечка горела, чтобы концентрация внимания была серьёзной. Нужно, чтобы не было переедания перед этим. То есть молитва на голодный желудок делается с утра, после омовения, чтобы свежесть была в сознании и так далее. Понимаете? Тишина. Должен голос святого человека звучать во время молитвы, чтобы он помогал настроению этому молитвенному. Это создаёт возможность победить судьбу. Потому что чем больше мужчина настроен на женщину, тем больше он хочет её эксплуатировать, тем больше в семье страданий. Но с другой стороны, когда мужчина настроен на Бога, тогда что получается? Не он пытается вытащить из женщины любовь, а женщина ему любовь даёт сама. То есть женщина идёт за мужем, а муж идёт за Богом. И получается правильная направленность. Неправильная направленность. Женщина идёт за Богом, а мужчина идёт за женщиной. Это неправильная направленность, потому что в этом случае мужчина не ценится. Женщина не может ценить человека, который за ней идёт. Она ценит человека, за которым она сама идёт. И он как бы её ведёт за собой. И тогда создаётся правильная направленность в семье, и это приносит счастье семье. То есть, по факту, настоящий мужчина — это тот, который способен направить своё сознание к Богу, а его сознание, само собой, направляется к жене всё время. Субтитры создавал DimaTorzok